Друзья, всем привет! Сегодня вторая часть видео о том, какое же масло мы едим, натуральное или нет. Решила я этот опыт повторить и рассказать вам уже, какое же масло у меня будет участвовать в опыте. Поскольку первое мое видео набрало почти 300 тысяч просмотров на момент снятия этого видео, и мне интересно все-таки вам донести мысль о том, как можно проверить в домашних условиях масло. Повторяю, в домашних мне многие писали, вот замнила себе лабораторию. Да нет, друзья, это не лаборатория, это простые способы, которыми вы дома можете также проверить то, что вы кушаете, какое масло вы кушаете. Поэтому первое масло, я пронумеровала все пачки масла, и под номером 1 у меня идет домашнее масло, которое я сделала сама. Видео о том, как это масло делалось, у меня есть на канале. Пожалуйста, кому интересно, милости просим на мой канал, посмотрите видео, делается масло буквально 3 минуты. Я даже специально время не ускоряла запись, чтобы вы отсчитали, что масло делается реально 3 минуты. Это масло номер 1. Номер 2 масло, это фирма Русское молоко, точнее марка Русское молоко, высший сорт, масло традиционное, жирность 82,5%. Масло все я покупала одинаковой жирности, чтобы у них были равные, так сказать, шансы. Третье масло, это Эко Милк, масло сливочное, высший сорт, ГОСТ, 82,5%. Масло под номером 4, это Волгодонское, масло сливочное традиционное, также 82,5%, высший сорт, написан ГОСТ. Вот такая пачка. Под номером 5, масло сливочное простоквашино, 82%. Шестое масло, масло коровка из кореновки, 82,5%, тоже масло сливочное традиционное, сделано на Кубани. Седьмое масло, масло тысяча озер, свежесть раннего утра, масло сливочное жирность 82,5%, Эко Тест Плюс. Что мы будем делать с этими пачками масла? Значит, у меня будет три варианта проверки. Первое, нужно положить все пачки масла в морозилку и потом посмотреть, когда масло замерзнет, как оно колется ножом. Как говорят, натуральное масло реально колется, оно не режется. Вот мы их сравним с моим натуральным маслом и все остальные пачки, как они себя поведут. Второй способ, я по кусочку отрежу от каждой пачки масла и покладу на обычную тарелочку и посмотрю, как оно будет таять. То есть, после морозилки, как себя масло будет вести через 2 часа. И все это вам покажу. Ну и третий способ, также замороженное масло, ну можно, в принципе, для этого способа и не морозить, в нем в кипяток, в горячую воду и посмотрим, как оно будет таять в горячей воде. Ну что, приступим? Поехали! Итак, все мое масло замороженное. Оно пробыло в морозилке больше суток, поэтому масло прям очень-очень замороженное. Даже мое это домашнее натуральное тоже прям тарахтит, как кусочек льда. Давайте возьмем ножик и попробуем его поколоть. Теперь давайте проверим масло на цвет, сравним, да? Это домашнее масло под номером 1. Далее масло под номером 2, под номером 3, под номером 4, под номером 5, 6 и 7. Самое желтое масло под номером 7, в нем явно добавлены красители. Теперь проверим, как какое масло режется после того, как было заморожено. И сразу же этот я кусочек отправлю на тарелочку, заранее пронумерованную, для того, чтобы через 2 часа посмотреть, какое масло как растаяло. Напоминаю, это домашнее масло. Давайте я у каждого масла буду отрезать вот так уголочек. Это после заморозки. Значит, масло быстро, в принципе, растаяло. Я не успела добиться колкости. Как говорили мне, когда замороженное масло домашнее вытаскиваешь, оно прям колется. В первые 2 минуты оно кололось после морозилки. Сейчас же уже прошло, вот пока я вам это рассказывала, сколько тут, 5-6 минут. И смотрите, уголочек уже просто отрезался. Давайте попробуем вот с этой стороны. Вот, в принципе, видно, что оно, в принципе, тяжеловато режется. Оно реально начинает колоться. Вот видите? Опа! Оно откалывается. Вот этот кусочек я порежу вот так еще пополам. И вот такой маленький кусок мы отправляем на тарелку под номером 1. Я беру вот такое масло под номером 2. И смотрю, как оно себя ведет. Режется легче, чем домашнее. Вот такой кусочек я тоже отправляю на тарелку. Масло под номером 3. Масло номер 4. Вот это масло тоже прям почти как домашнее колется. Масло номер 5. Легко отрезалось. Масло номер 6. Тоже, знаете, как пластилин. Холодный пластилин. Но я еще ничего не утверждаю. Мы посмотрим, как оно дальше будет себя вести. И самое желтенькое масло. Масло под номером 7. Похоже на маргарин. Ой, а режется как легко. Режется прям, как будто бы нож у меня горячий. Дальше наблюдаю за этими тарелочками. И через 2 часа включу камеру. И посмотрим, что же случилось с нашим маслом. Как оно растаяло. Итак, для следующего эксперимента я беру 7 стаканов, в которые я сейчас налью кипяток. Кладу туда по кусочку масла. И посмотрим, как же масло будет себя вести. И в первый стаканчик отправляется домашнее масло. 2, 3, 4, 4. Масло под номером 5. 6. И теперь, друзья, наблюдаем, как какое масло себя ведет. Это масло под номером 1. Домашнее натуральное масло. В этом у меня сомнений нет. Масло под номером 2. Масло под номером 3. Кажется, натуральным уже и не пахнет. Масло под номером 4. Похоже на натуральное. Приближено по поведению своему в горячей воде к тому маслу, которое я делала сама дома. Масло под номером 5. Образуется пенка, как и в домашнем масле. Масло под номером 6. Также можно наблюдать белую пенку. И смешное масло под номером 7. Совсем себя ведет как-то странно. Оно стало какими-то хлопьями. Итак, друзья, спустя 5 минут после того, как я положила все масло в горячую воду, вот какую мы картину можем наблюдать. Масло под номером 1, домашнее масло, полностью почти растаяло. О, почти не видно на поверхности. Оно настолько прозрачно, что видно только пенку. Масло под номером 2. Тоже осталась пенка после него. И тоже я могу сказать вам, что водичка прозрачная сверху. Масло под номером 3 стало какими-то хлопьями. Здесь хлопья плавают. Это явно не натуральное масло. Масло под номером 4 тоже похоже на домашнее. Тоже образовалась пенка. И водичка такая сверху прозрачная. Масло под номером 5. Тоже с пенкой. Но вода, знаете, отличается. Вот она какая-то мутная. Вот здесь вода. Масло растаяло, а вода какая-то мутная стала. Масло под номером 6 тоже с пенкой. И тут тоже что-то мутное плавает. Ну а смешное масло под номером 7, которое мне больше всего понравилось, оно совсем смешное. Вот здесь как какие-то разводы жирные, как подсолнечное масло. Вот ощущение, что здесь вылили подсолнечное масло. Ну и вот это не пенка, а какие-то хлопья. Это явно не натуральное масло. Что я вам могу сказать? Какие выводы? Масло под номером 3 и под номером 7, Даже в домашних условиях явно видно, что это масло не натуральное. И брать его, конечно, ни в коем случае нельзя. Сомнения у меня возникают по поводу масла под номером 4 и под номером 2. Они больше всего напоминают домашнее масло, если вот их сравнивать. Следующая ступень, так сказать, если вот это под номером 2 и под номером 4 на втором месте после домашнего, То под номером 5 и под номером 6 на третьем месте. А под номером 3 и под номером 7 масло совсем брать нельзя. Первое место занимает домашнее масло. Второе место занимает масло под номером 4. Вот это масло. Третье место занимает масло под номером 2. Масло под номером 5 занимает четвертое место. Пятое место масло занимает под номером 6. А вот эти две пачки масла к сливочному маслу не имеют никакого отношения Ну что, прошло больше двух часов и теперь можно посмотреть, как ведут себя наши кусочки А давайте попробуем каждый кусочек намазать на хлебушек Вот я начну с первого, образец номер один, это натуральное домашнее масло Оно очень мягкое, кстати, знаете, напоминает мороженое пломбир, когда растает Легко мажется на хлебушек, равномерно все мажется Тоже нежное, но уже больше похоже на сбитые сливки И, кстати, можно сразу посмотреть на стаканчики, вот как они себя ведут И, кстати, обратите внимание, у меня четвертый номер занял хорошее место, да, мне оно понравилось Но после того, как стаканчик постоял больше двух часов, вода стала полностью мутная И вот в этом стакане тоже полностью мутная вода Когда в натуральном стакане, да, с натуральным маслом вода так и осталась кристально чистой Ну давайте перейдем к кусочку, я намажу сейчас кусочек Очень жиденьким стало масло Даже добавлю вот кусочек еще Похоже на сбитые сливки, вот такая консистенция Номер три Оно вообще у меня выбыло участие, потому что масло совершенно странно себя повело на поверхности воды И я думаю, что тут натурального ничего нет Мажется, конечно, оно красиво, оно очень красиво блестит Очень красиво блестит Наверное, его нужно использовать, знаете, в фотосессиях Когда нужно сфотографировать красиво еду Для инстаграма или для соцсетей Четвертый кусочек Вот он такой тугенький И он прям такой тверденький Какой-то кусочек Похож на плавленый сырок Я вам просто рассказываю ассоциации Потому что тяжело передать как-то по видео Как себя ведет масло на хлебе И в четвертом стаканчике водичка стала мутной Третий стакан мутная вода И отвратительно ввело в себя масло на поверхности В четвертом было сначала похоже на натуральность Но по истечению двух часов вода стала мутная Вот в отличие даже от рядом стоящего образца под номером 5 Поэтому четвертое масло тоже потеряло доверие Масло номер 5 Вязкость такая мягкая у него Но не сильно блестит она Так, шестой образец Вода у них прозрачная И у одного, и у второго образца И на поверхности, так же, как и у натурального масла Присутствует пенка Но это масло более светлое Это масло имеет желтизну на поверхности стакана Масло под номером 6 Ой, оно вообще прям как-то даже прилипло к тарелке Шестое масло похоже на образец номер 2 Седьмой образец, самый желтый Намазывается тоже легко Больше похоже на жир Какие могу подвести итоги Сейчас хочу вам показать вблизи наше масло Это натуральное домашнее масло Это образец номер 2 3 4 5 6 И 7 И теперь хочу Хоть первый образец в такой стеклянной кружке с рисунком Но вода в нем абсолютно прозрачная осталась Так же, как и во втором образце В третьем вода помутнела В четвертом образце Вода совсем стала мутная Пятый образец Вода прозрачная В шестом образце тоже водопрозрачная В седьмом образце Немножко мутная Но поскольку масло Отвратительно себя вело на поверхности То я даже это маслом не могу назвать Итак, давайте я расставлю по порядку Вот в какой последовательности В моем эксперименте Расположились эти пачки масла Я никого не убеждаю Никого не отговариваю Покупать любимую фирму или не покупать Я просто показала Как дома вы можете сами Сделать такой небольшой эксперимент И определить для себя Стоит ли покупать Ваше любимое масло Если вам понравилось это видео То пожалуйста не забудьте оценить нас лайком Если же не понравилось То поставьте дизлайк Если видео наберет 50 тысяч лайков То я вам покажу Как в домашних условиях Можно проверить молоко Есть очень много способов проверки молока Если вам это интересно Я с удовольствием покажу Ну а всем спасибо за внимание До новых встреч Подписывайтесь на мой канал До свидания Хотела все-таки показать Что домашнее масло Замороженное На хлеб не намажешь Оно смотрите Оно прям колется Даже рукой придержу Потому что Вот оно Очень-очень нож тяжело идет И само масло Вот это Оно прям распадается Как льдинки Масло же Произведенное В магазине Давайте посмотрим Мягко идет Как будто бы нож горячий Очень мягко Видите идет Не колется Как пластилин твердый Вот я его даже могу Вот так Потом замазать И не видно Что масло Было разрезано Давайте возьмем Даже Даже не смотрю цифру Какое Какая цифра Вот Наверное Это доказывает То что натурального Масла в магазине нет Как бы это Не было печально Хочу посмотреть Вот это самое Желтенькое масло Прям по цвету Оно мне очень понравилось Но понимаю Что это Не масло Ой А здесь совсем Мягкое-мягкое идет Даже замороженное Оно мягкое Оно не замерзает Это ж какие там Растительные масла Присутствуют Что масло Даже не замерзает И обратно Возвращается В форму Прям пластилин Пластилином Давайте Почитаем состав Изготовлено Из пастеризованных